Вам нужно посмотреть в камеру, я вас сейчас фотографирую. Через 5 секунд, 3, 2, улыбайтесь шире. Буквально несколько минут и персональный кофе готов. В одной из кофеин Екатеринбурга с утра можно получить чашечку ароматного напитка со своим портретом. Этот немецкий аппарат печатает пищевыми красками и переносит фотографию на тонкую пенку. Это краска, то есть она наносится очень тонким слоем, там буквально, насколько я помню, это меньше в 3 или 4 раза, чем толщина волоса. Вообще рисунок в чашке – это настоящее искусство, точнее ласте-арт. Он пришел из Италии, где ценят кофейные традиции. Первые баристы пытались рисовать зубочистками и палочками. Теперь показателем высокого уровня мастерства считается питчинг – рисунок чистым молоком. Но индустрия не стоит на месте. Питчинг – это как раз применение палочки для рисования. Баристы делают какую-то основу в чашке и уже начинают дополнять именно какие-то тонкие линии, которые он видит именно палочкой. Для этого создана даже специальная палочка. Она имеет два разных конечка. Один кончик острый, второй имеет такую, я бы сказала, как мини-ложечку, для того, чтобы достичь именно того, что ты хочешь увидеть в этой чашке. Кроме инструментов немаловажную роль играют ингредиенты. Лучше выбирать зерна сильной обжарки. Чем темнее будет основа, тем ярче заиграет рисунок. Чтобы он не расплывался перед подачей, молоко требуется только ультрапастеризованное. У него получается однородная текстура, за счет чего нам гораздо удобнее рисовать, рисунки получаются лучше, интереснее и кофе реально вкуснее. Каждый барист опомнит, чем быстрее нанесешь рисунок, тем меньше испортишь вкус напитка. А это все-таки главное. Сейчас кофейные мастера могут работать практически с любым материалом, используя, к примеру, соевое молоко вместо натурального. Такие напитки особенно любят вегетарианцы, веганы и сыроеды. Последний наш напиток – это мачо латте. Это замечательный, то есть веганы полностью не содержат кофеина. Это японский чай, ну и на нем мы готовим по типу капучино. Но современные кофеманы ценят не только вкус, но и подачу. У аппетитной чашечки больше шансов попасть на страничку в соцсети. Да и вообще, как говорят бариста, утренний кофе создает настроение на весь день. Александра Поддубная, НТРТВ